Приветствую вас, я думаю, что вам в первую очередь желательно определиться со своей целью. Аноним, то есть вот какая у вас цель, как теперь быть, чтобы что. То есть лишиться девственности, это одна цель. Общаться с мужчинами, другая цель, то есть научиться общению с машинами, другая цель. Работать с неполноценностью, ну вот с комплексом неполноценности, то есть непринятие в себя, безусловно, это еще одна цель. Построить семью, например, да, с мужчиной, ну серьезные отношения построить. Это еще одна цель. Значит, изменить свое отношение к сексу, к девственности, если вы хотите этого. Еще одна цель. Поработать над моделью женского поведения, чтобы стать более привлекательной для мужчин, которые подходят под вашу женскую модель поведения. Это еще одна цель. Понимаете, никто не говорит, что цель может быть одна. Но нужно определиться. Нужно определиться с этой целью. И к этой цели вместе со специалистом вы пойдете. Ваш текст, он написан, я понимаю, эмоционально. То есть я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что действительно кажется все ужасно. Я прекрасно это понимаю. Но, понимаете, вы же не пойдете, да, прямо сейчас переспать, допустим, с первой встречи. Ну, я думаю, что нет. Если бы вы могли бы так сделать, то вы бы сделали. А это значит, что, так или иначе, данную ситуацию нужно принять. И определить те ложные убеждения и установки, которые и причиняют вам основную боль. И не то, чтобы даже ложные установки, а просто не совсем подходящие вам. То есть вот вы говорите, например, свои 25 из 25 я до сих пор девственница. А что в этом страшного? Что страшного в том, что вы девственница? Вы говорите, что, вот еще, вы пишете, я не думаю, что психологически это положительно сказывается на девушке, как никак секс неотъемлемая часть жизни. Понимаете, психологически на девушке может сказаться негативно только отсутствие привлекательности ее сексуальной для мужчин. Это да. Это да. Но не отсутствие самого секса. Потому что, ну, а хотели бы вы секс, опять же, я думаю, что если бы у вас было прям желание секса, то давно бы он у вас еще был. Ну, мне не кажется, это чем-то таким, прям очень недоступным-то в современном мире. Ну, поэтому тут, опять же, дело не в самом сексе, а в том, что вы считаете, что, а, вы не должны быть девственницей, б, у вас должен быть секс, и, в, это то, что вы, значит, должны найти мужчину. Я бы сказал, что с профессиональной, с точки зрения, с точки зрения профессиональной психотерапии, здесь речь идет о том, что вы обесцениваете свой собственный личностный смысл жизни. Вы обесцениваете то, ради чего вы живете, вы обесцениваете свои собственные цели и ценности, возводя в ранг более важного отношения секс и девственность. Хотя это все является вторичным, по сравнению с тем, что человек идет по жизни к своим собственным целям, никак не связанным напрямую с сексом. То есть, ну, вы можете, конечно, и секс сделать своей целью своей жизни, но это уже немножко другая история. Вот. То есть, вот такая вот, такой вот момент. Далее, застенчивость и необщительность. Застенчивость, это непринятие себя стоит, а необщительность, это отсутствие общего у вас с людьми, что упирается в тот самый личностный смысл жизни, потому что именно на его основе образуется общий фундамент для дальнейшего развития отношений с людьми. Ну, а комплекс неполноценности, это оценка, как вытекает из названия. Это оценивание себя с точки зрения кого-то, с точки зрения кого-то. Дальше. Вы пишите, что мужчина, узнав о моей девственности, решит, что со мной что-то не так. Знаете, я тут вопрос недавно отвечал. Вот. Я вам даже, ну, я вам, наверное, не скажу сейчас, а, нет, скажу, 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 я скажу вам сейчас его название. Вот. Значит, вопрос был задан 14-го числа в 15.50. У меня в профиле, посмотрите, там в ответах, вот в разделе ответов, тут человек пишет о том, что у него проблемы. У него серьезные проблемы с девушкой из-за того, что она не девственница. И он считает, этот человек считает, что отношения с, ну, с девочкой можно заводить только в том случае, если она девственница. То есть семью можно создавать только в том случае, если она девственница. И вот такому человеку, как вот этот, ну, как этот мужчина, для него ваша девственность будет очень ценной. То есть с чего вы взяли, что мужчина узнал, что вы девственница, а подумает, что с вами что-то не так, для меня загадка. Если вы думаете, что с вами что-то не так, потому что считаете, что должны были уже давно лишиться девственности, может быть именно потому, что вы так считали, вы ее не лишились, потому что это называется проблема сверх мотивации. Если человек в чем-то сверх мотивирован, то у него это не получается. Парадоксально, но факт. Дальше, значит, понятно, да, застенчивость, это стыд непринятия себя, необщительность, это отсутствие своих собственных целей и ценностей, неполноценность, это оценка извне. Дальше, кроме того, я, понятное дело, очень неопытно в отношениях и в общении с мужчинами. Ну, здесь, мне кажется, вся ситуация связана с тем, что вы слишком взрослые. То есть вот необщительные, застенчивые люди, они же подавляют свои эмоции часто, они подавляют свои желания еще более чаще. Вот. И, естественно, им сложно общаться вообще со своими ровесниками. То есть я уверен, что вы достаточно легко находите контакт, например, с людьми, которые старше вас. Ну вот, я уверен, что в детстве с детьми вы, ну вот с детьми, я имею в виду, если мы говорим про детей, да, то я имею в виду с детьми своего возраста, вы находили контакт. Гораздо, эм, ну, легче. Ой, тут гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Вот. Я уверен, что вы находили контакт с людьми своего возраста, потому что, ну вот, вам было легче общаться с людьми, которые были старше вас. Вот. Опять же, я здесь не претендую на какую-то истину, если честно. Я просто говорю о том, как это видится мне. Вот мне видится история такой. Могу ли я ошибаться? Да. Могу, конечно. Могу ли я быть не прав? Не прав? Да. Могу. Могу быть не прав. Не прав. Могу. А-а-а. Ну, только вот имеет ли, опять же, это, имеет ли, опять же, это какое-то значение? Понимаете, то есть, как бы, если вас это отзывается, то, что я говорю, если вас отзывается, ну, соответственно, с этим нужно будет тогда что-то делать. Вот, вот, если же не отзывается, ну, в таком случае просто можете пройти, как бы, мимо, да, и все. Искать другой ответ. Вот. Дальше. Значит, так, мне кажется, после двадцати пяти это уже прибор потом сложен этим мужчинам, которые нормально вас не... На чём, на чём вы основываетесь, на чём вы основываетесь, делая, вот, собственно, ну, такие выводы? На чём, на чём вы основываетесь? Вы... Ну, я не знаю, вы, может, статистику какую-то, там, ведёте или... Или что? То есть, откуда такая информация у вас, что после двадцати пяти мужчины тяжело это воспримет? То есть, ну, да, безусловно, какие-то люди есть, которые к этому отнесутся так, это безусловно. Но характеризует ли это всех мужчин? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, не характеризует и характеризовать в принципе не может, если кто-то как-то относится. Потому что вы меня, опять же, извините за такой, может быть, примитивный пример, слишком, да? Вот, но... Кто-то и там... Убивает, например, людей. Вот, ну и что дальше? Это же, как бы, ну, не повод, да? Но это же, это же не повод. Правильно. Не повод поступать так же, не повод следить о людях, что они все убийцы. Все убийцы. Правильно? Вот. Так что тут у вас несколько странное осуждение, опять же, которое подкрепляется, которое подкрепляется, как мне кажется, именно вот теми установками, которые у вас есть. Дальше. Так, значит, потом вообще намкнуть и будет хуже. Ну, опять же, вы здесь анонимно говорите так, как будто бы от вас ничего не зависит. Вот. Я не могу с этим, с этим согласиться, потому что, ну, что значит, я замкнусь и там, что-то и все. Нет, конечно, конечно, может быть, вы замкнетесь, может быть, может быть и так. Но вы в силах этого не делаете. Если вы возьмете, как бы, себя в руки, если вы поработаете над собой, то мне кажется, что все, как бы, будет, все будет в ваших силах. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, нужно только лишь помочь вам. Помочь вам, что? Чтобы вы чувствовали себя, ну, более комфортно, может быть, как-то так. Вот. То есть я предлагаю вам обратить внимание именно вот на то, что вы хотите обратить. Обратите свое внимание на то, что вот какая цель у вас, что вы хотите от психологов. Вот. То есть, эээ, чего, чего первее вы хотите от психологов. Какая цель вашей? Научиться общаться с мужчинами, ну, то, что я озвучил. Вот. И посмотрите, пожалуйста, в интернете психологическую игру разве это не участвует. И психологические драйверы. То есть просто пропишите в интернете психологические драйверы. Эээ, почитайте про них. Возможно, какой-то из этих драйверов вы узнаете в себе. Вот. Ах, драйверов существует достаточно много. Вот. И я не хотел бы говорить о них сейчас, чтобы вас не избивать. Почитайте сами. Вот. Просто почитайте. То есть не углубляйтесь в совершение. Просто посмотрите, какие они бывают. Вот. И про игру психологическую разве это не ужасно? Эээ, прочитайте то же тоже. Вот. Потому что, судя по тому, что вы описываете, вы в нее не особенно, скорее всего, играете. Вот. Ну и дальше, после того, как вы определитесь с целями, после того, как вы определитесь с тем, что вам нужно. Эээ, это может быть не сразу, это может быть в работе с психологом. Потому что, ну, у вас есть достаточно приличное количество внутриличностных проблем. Вот. А после того, как вы определитесь с целью, я думаю, что вы сможете начать к ней идти. Вот. И по итогу решить все свои проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Вы можете задать мне их уличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Игорь Негода. Игорь Негода.